Бывший заместитель начальника управления уголовного розыска МВД по Ставропольскому краю стал фигурантом нового уголовного дела. Сергея Рубежнова подозревают в создании преступного сообщества. По версии следствия, полковник оказывал покровительство владельцам интим-салона, за что получал от сутенеров по миллион рублей в месяц. Всего в состав УПС входили больше 20 человек. Кто эти люди, выяснял Дарья Городского. Пронзительный взгляд, благородные черты лица, офицерские погоны. Сложно поверить, что этого человека следователи считают главным сутенером Ставрополья. А теперь появилась еще одна статья о создании ОПГ. Теперь уже бывший заместитель начальника управления уголовного розыска по Ставропольскому краю Сергей Рубежной, как следует из материалов уголовного дела, был не только покровителем, но и главой интим-бизнеса. Вместе с организатором в преступное сообщество входило 22 человека. В отношении всех фигурантов избраны меры пресечения, в том числе в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Когда-то Рубежной под долгу службы должен был вывести на чистую воду все подпольные публичные дома сутенеров и путан региона. Полковник якобы выявил участников преступного бизнеса, взял их на карандаш, а потом поставил на счетчик. Каждый месяц так называемые мамочки и кураторы должны были платить дань полицейскому – миллион рублей. Под прикрытием погон в притонах и саунах Ставрополья трудились десятки иностранок. Темнокожие девушки, скорее всего, не могли выбраться из паутины ночной жизни и вернуться домой. В ходе обыска в публичных домах оперативники нашли инструкции для работниц интим-сервиса. Судя по ним, девушки не могли сделать и шага без ведома сутенеров. Конечно, напрямую контролировать точки полковник Рубежной не мог. Вот и привлек в бизнес подчиненного, считают следователи. За кассой якобы следил оперуполномоченный по особо важным делам Симков Геннадий. Конспирации и связи помогали схеме работать без боя. Нелегальный стартап высокопоставленного полицейского мог бы выйти на следующий уровень, но вмешались сотрудники ФСБ. Сутенеров в погонах разоблачили летом 2018 года. За организацию преступного сообщества бывшему заместителю начальника уголовного розыска грозит до 20 лет тюрьмы. Возглавляя интим-салон из Таврополя, полковник, возможно, обогатился как минимум на 16 миллионов рублей. Дарья Городского, Шамиль Байтоков, Вести, дежурная часть.